Ирина Кусраева Необходимо доводить до населения достоверную информацию. Алан Гоглоев провел оперативное совещание Совета Безопасности. Жители села Уэцефорс будут обеспечены природным газом на очереди село Дзагулта. Национальная литературная премия. В Схинвале состоялась торжественная церемония вручения премии на Фиджусойте и Плите Гриса. Состоялось оперативное совещание Совета Безопасности Южной Осетии. Исходя из сложившейся геополитической региональной обстановки, президент Алан Гоглоев поставил задачи перед руководителями силовых структур и ведомств. По словам главы государства, необходимо обеспечить поддержание уровня боевой готовности подразделения, а также наладить тесное взаимодействие с соответствующими органами Российской Федерации для согласования с российской стороной порядка перемещения граждан Республики Южная Осетия, имеющих гражданство Российской Федерации. Есть определенная тревога среди населения в связи с тем, что нет информации. По результатам совещания, силовой блок сделает соответствующие заявления, чтобы объективная информация была у населения. Сегодня состоялась церемония вручения национальных премий имени Нафиджусойте и Плита Гриса. Лауреатами премии стали писатели из Южной и Северной Осетии. Главную награду присудили писателю Аллану Устаеву. Подробности далее. В Цхимвале вручили национальные литературные премии Нафиджусойте и Гриса Плеева. Торжественная церемония вручения прошла в актовом зале Югостинского государственного университета. Свои работы на соискании премий Нафиджусойте представили писатели и поэты обеих частей Осетии. Премии удостоились молодые поэты из Северной Осетии Эдуард Габулаев и Алана Бестаева. Награду им вручал депутат парламента Северной Осетии Зелим Ватаев. Северной Осетии Зелим Ватаев. Северной Осетию Зелима. Таким образом,о 언� nutshellность. И в общем, лет-класс. Что мы думали, что для того, в лето, у нас было так много そう, что мы делали. Это всё, что мыаем. Сейчас я думаю, что мы молдим. У нас не был человек, но была дешеваяanda шарка. Я думаю, что я говорил, что я должен был укрепить, Премию на ФИД «Джусойте» получили также писатели Майя Бекоева и Валентин Техов. Лауреатов наградил основатель благотворительного фонда Амунд Ростик Хугаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 присуждаются учителям астинского языка и литературы и студентам факультета астинской филологии Югостинского государственного университета. Здесь отличились студенты Луиза Алборова и Игорь Тедеев. Югостинского государственного университета. На мероприятии присутствовали представители научной и творческой интеллигенции Осетии, депутаты парламента, преподаватели и учителя астинского языка и литературы, студенты, а также лауреаты предыдущих годов. Каждому лауреату была вручена денежная премия и памятная медаль с изображением на фиджу Сойта Игоря Саплеева. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. В село Уотсофар с Цаусского района поступит природный газ. После многочисленных обращений в районную администрацию было принято решение провести газ от основной магистрали. Работы в самом разгаре и, как заверило руководство района, после они проведут газ в село Цаакулта. Анжела Кукоева с подробностями. Казификация остаётся приоритетной задачей социально-экономического развития Южной Осетии. Благодаря российской помощи был реализован масштабный и уникальный проект «Дзуари Капцхинвал». Кроме Цхинвала, ряд населённых пунктов, через которые проходит линия трубопровода, получили возможность подвезти к домам газ. Жители силовы Шафар-Цаусского района также обивали начальственные пороги с просьбой оказать помощь в подключении домов к центральному газопроводу. И, наконец, их просьба удовлетворена. Специалисты приступили к прокладке газовых труб. Впоследствии их соединят с магистральной линией, проходящей вдоль просёлочной дороги. Основную линию газопровода для сельчан проведут совершенно бесплатно. Потребители заплатят только за подведение распределительных сетей к домам и подключение газового оборудования. Получение голубого топлива кардинально повышает качество жизни сельчан. В своей очереди на проведение газа ожидают и в селе Цзакулта. Районные власти заверяют, что природный газ станет доступным и для жителей этого населённого пункта. Анжела Кукоева, Айда Кочева, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и работники дошкольных учреждений. Этот праздник появился в календаре профессиональных дат сравнительно недавно – в 2008 году. Вместе с воспитателями этот праздник отмечают и другие специалисты, работающие в сфере дошкольного образования. Сегодня они принимают поздравления. Для родителей одним из важных этапов жизни является, когда ребёнок должен пойти в детский сад. И в первую очередь их заботит, каким будет воспитатель. Для малыша это тоже ответственный период. Воспитатели прилагают большие усилия для того, чтобы дети быстрее осваивались. Сегодня профессиональный праздник воспитателей и работников дошкольного образования. Этот день – прекрасный повод выразить им свою признательность за их ежедневный труд, за любовь, которую они отдают нашим детям. Мы стараемся найти общий язык с каждым ребёнком, но нередко проявляем строгость. Рассказывает заведующая Доминистским детским садом Манана Джоева. Однако строгость и сдержанность воспитателей не мешают им дружить с детьми. Сегодня мы побывали в нескольких детских садах и застали детей за привычной игрой рядом с любимым педагогом. Мудрые и терпеливые воспитатели стараются каждый день учить детей доброму. Можно бесконечно слушать детские рассказы. Мы вместе с ними погружаемся в мир детства, говорят воспитатели. День воспитателя отмечался как общественный праздник и не имел официального статуса. В 2008 году Министерство образования России внесло праздник в число федеральных. С 2009 года педагогов и помощников воспитателей поздравляют на государственном уровне, в том числе и в Южной Осетии. Здравствуйте, Кузаева Оксана Джоева, Олимбетеев, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня день памяти выдающегося осетинского поэта Таймураза Хаджета. Он был неподражаем в своем творчестве. Хаджета занимает особое место в осетинской классической литературе. Он хорошо известен не только как поэт, но и как талантливый переводчик. Эльвира Тебелова расскажет о творчестве поэта. Большой поэт, яркий и своеобразный – Хаджета Таймураз. Он подарил осетинскому народу прекрасные строки, наполненные глубоким смыслом. Таймураз – младший брат писателя-литературоведа Нафиджу Сойте. В самом начале творческого пути избрал себе литературный псевдоним Хаджета. Таймураз Хаджета родился 1 марта 1945 года в селе Нуккал. В 1964 году окончил среднюю школу в городе Схнивал. В 1968 году поступил в литературный институт имени Горького. С 1985 года поэт работал руководителем литературного объединения молодых авторов. Член Союза писателей СССР с 1979 года. Стихи Хаджета печатались в местной и центральной периодической печати с 1968 года. Пайта за необыкновенный лиризм многие называют Остинский Сенин. За сравнительно недолгую жизнь Таймураз Хаджета стал одним из самых любимых поэтов Осетии. Его творчество характеризует огромное почтение традициям и родному очагу. Поэзия Таймураза Хаджета изобиливает многообразием лексики осетинского языка. В отдельном ряду стоят пейзажные стихи поэта, которых отличает яркость образа, соотнесенность природы с жизнью и судьбой человека. Хаджета также был хорошим переводчиком. Перевел на осетинский язык произведения мировой и русской классики. При жизни поэта были изданы 8 сборников его произведений, а после смерти – 3. Из-за неисправности дровяной печки в Дзавском районе в селении Рук в пятницу произошел пожар. Сообщили в пожарно-спасательной части села Рук. Огнем полностью был охвачен хлеб вместе со скотом и жилой вагон, принадлежащий Дусе Макиевой. В попытках спасти крупный рогатый скот, ожоги получила и сама женщина. Медицинская помощь ей была оказана в Дзавской районной больнице. Пострадавшая проживает одна, со стороны администрации Дзавского района ей оказана необходимая помощь. А далее прогноз погоды на завтра, 28 сентября. По всей республике завтра будет ясна погода. В Знаурском районе днем плюс 27, ночью плюс 13. В Дзавском районе днем 28 градусов тепла, ночью плюс 10. В городе Квеса днем плюс 24, ночью плюс 10. В Ленингорском районе днем плюс 27, ночью плюс 14. В столице республики в Цхинвале днем плюс 28, ночью 11 градусов тепла. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова